Привет, ребята! Это Настя. В этот понедельник я ездила на такой roundtable discussion, то есть встречу, которая была организована американским посольством, Fulbright Foundation в Австрии, и эта встреча была на тему культуры американского предпринимательства. Эта встреча меня оставила очень-очень недоушевлённой, впрочем, за именно этим чувством я и поехала на неё. И пока у меня ещё свежие воспоминания, я хотела поделиться своими впечатлениями с вами и также, наверное, в какой-то мере записать это видео для самой себя на будущее. И я сразу уточню для тех из вас, кто со мной ещё не так интимно знаком, то, что я не являюсь каким-то приверженцем какой-то определённой одной культуры, там про Америка, про ЕС, про Россия. Я вижу много положительных сторон в каждой из этих культур и просто пытаюсь найти самое хорошее для себя и интегрировать это в свою жизнь, в своё мировоззрение. Но вот именно в этом видео речь пойдёт про позитивные аспекты именно американской культуры и именно в русле предпринимательства. И для себя я выделяю следующие четыре позитивных момента, и это причина, из-за которой люди открывают бизнес, отношение к успеху, отношение к неудаче и также динамичность развития бизнеса. Первое — это то, что в Америке более развито социальное предпринимательство, то есть, когда кто-то начинает бизнес, им движет первостепенно страсть к идее, которую он хочет воплотить в жизнь, желание изменить мир, изменить продукт, услугу, сделать её умнее, качественнее, дешевле. И, конечно, ты предполагаешь, что качественный продукт или услуга, за ним уже последует богатство, но это не первостепенное положение «я хочу заработать денег, куда мне бросятся». Второе — это то, что благодаря такому позыву начала бизнеса, который обесплодован вот такой страстью по продукту, человек вынужден брать гораздо больше рисков, нежели бы он захотел брать, если бы он был движим холодным таким денежным расчётом, куда мне больше как инвестировать. И в связи с этим большим риском в каждом деле также связано огромное количество провалов, и мне нравится то, что в их культуре провалы, например, те же банкротства ни в коей мере не дисквалифицируют тебя до конца жизни, как, скажем, в той же Германии, где, если ты обанкротился однажды, например, ты никогда больше в жизни не сможешь занимать позицию CEO. В Америке же, если ты обанкротился и пришёл в банк или куда-либо искать финансирование под свой новый проект, то это скорее будет рассматриваться, как у тебя есть ценный опыт в прошлом, который тебе помог. Ну и уже когда к тебе наконец-таки приходит тот самый успех, то он celebrated, то есть его отмечают люди успешные, предприниматели успешные, они are being celebrated, то есть их уважают, ими восхищаются, они становятся какими-то национальными героями, с них хотят брать пример, их ставят в пример. Их неудачи в прошлом в какой-то мере подчёркиваются, выпячиваются, идеализируются, тем самым давая понять тому aspiring, тому вдохновлённому поколению, что да, успех — это не просто случай, это не когда ты идёшь исключительно вверх, а это процесс, который включает в себя неимоверное количество становления на колени по пути к этому самому успеху, и придёт он к тебе или нет ещё недавность. Ну и, в конце концов, четвёртое — это то, что когда ты делаешь какое-то дело, ведёшь свой бизнес, и ты движим страстью к продукту или услуге, над которой ты работаешь, то, естественно, бизнес гораздо более динамичный, продуктные циклы гораздо быстрые, и всё вообще происходит гораздо динамичнее и быстрее. Конечно, мы в Европе очень далеки от такого менталитета, и понятно, что такой культуре способствует как тип потребителя американского, который гораздо более готов пробовать новые продукты, даже если ему придётся залезть в свои сбережения или кредиты, и научиться каким-то новым навыкам познать что-то, чтобы начать использовать этот продукт или услугу. И, конечно, много институционных хороших сторон, которые помогают реализовать такую культуру, начиная от общедоступного финансирования через тот же Venture Capital на то, как связаны университеты и private и частный сектор. Таким образом университеты становятся такими инновационными хабами, трудовой кодекс, который тебе позволяет нанимать людей легко и увольнять их, эмиграционная политика, которая привлекает хорошие таланты, дерегуляция, точнее отсутствие излишней регуляции в момент инноваций. То есть они вначале инновируют, а потом только уже регулирование приходит к новой индустрии. Я это, естественно, всё говорю не для того, чтобы пожаловаться, что вот у нас по-другому. Просто мне кажется, что если это та жизненная позиция, те ценности, которые заряжают тебя, а они, например, однозначно заряжают меня, то мне кажется, что их можно практиковать, разделять, воплощать, где бы ты ни находился. Потому что всё это, оно в конечном итоге идёт изнутри, и это твой личный выбор, как решать, как оценивать конкретные ситуации и как к ним относиться. И поэтому если ты считаешь, что начинать бизнес нужно только тогда, когда ты нашёл какой-то продукт или услугу, который действительно стоит того, чтобы мир увидел их, и ты тогда уже финансовая часть само собой последует за этим, если ты будешь, естественно, правильно управлять делами. Если ты считаешь, что неудачи на пути, ты относишься к ним, к ним с терпимостью, и они тебя не сломливают. Если ты смотришь на других успешных людей, и ты восхищаешься, уважаешь их, вдохновляешься ими. А если ты видишь какие-то неудачи, то тебя это не ставит в дискомфорт, и тебе не неудобно находиться рядом с таким человеком, а ты видишь в этом его силу и храбрость. Если я считаю, что я могу сегодня пожертвовать своим качеством жизни, своим комфортом, своим временем, своими деньгами для какой-то более высшей цели в будущем, когда вот я так вижу мир, когда я так ощущаю, когда я отвечаю на все эти вопросы «да-да-да», то в этот момент я знаю, что у меня есть the ultimate, то есть конечная, самая большая — оптимизм, сила, трудоспособность, мотивация, вера в себя. И да, в силу своего географического проживания я также, как и вы, очень часто сталкиваюсь с другими мировоззрениями, которые, хочешь не хочешь, составляют свой отпечаток на мне. Но я пытаюсь всячески минимизировать контакт с такими людьми или с медиумами, которые передают мне такой месседж, будто компьютер, интернет или телевизор, когда мне кто-то хочет сказать, что у тебя есть лишь один шанс в жизни, что тебе что-то или дано, или не дано, что ну это вот у кого-то другого получается, это для кого-то другого всё возможно, но не для тебя. И как только я вижу, что кто-то что-то есть рядом со мной, кто несёт такой месседж, я тут же прерываю этот контакт. Потому что мне кажется, нужно быть очень и очень аккуратными и избирательными касательно того, какую информацию мы допускаем в своё сознание, потому что потом мы начинаем проецировать это и жить этим же. И да, я просто хотела сказать вам, сказать себе, что нужно как можно чаще выбираться, говорить «да» возможностям и общению с какой-то культурой, которая поможет вам стать более сильными, более свободными, более смелыми. Если у вас нет возможности выбираться часто на такие какие-то ивенты или встречи, то нужно просто читать книги про известных людей, как я вам рассказывала про Маска, потому что это просто brilliant, замечательный пример того, как успех пришёл к человеку после многих и многих-многих лет очень серьёзных неудач и очень серьёзных сетбэков. Также я считаю, что важно помнить то, что у нас у каждого есть самый главный, самый крутой ресурс, с которым мы рождаемся. И это наш мозг, который научно доказанно способен на абсолютно всё. И, наверное, последнее, что я хочу сказать от себя, что когда ты чем-то занимаешься, нужно найти что-то, что движет тобой, какая-то идея, которая движет тобой, а не только материальные ценности. Потому что любое хорошее дело требует огромного трудолюбия, усидчивости, коммитмента, то есть обязательности по отношению к этому делу. И также resilience, то есть, наверное, когда ты невосприимчив к неудачам. И все эти чувства невозможно найти из материальной мотивации. Просто этого не хватит. И нужно жить и гореть чем-то другим, чем-то более важным, гораздо более важным, чем материальные ценности. И чаще всего это какие-то социальные вещи. Вот. Это всё, что я хотела сказать на сегодня для себя и для вас. Увидимся в следующем видео. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok